Михаил Саакашвили «Последняя гастроль» юмориста-самородка Филиетон Алекса Маркова в военном обозрении за 11 октября 2021 года Люблю я артистов. Особенно люблю этих, как их там, сатириков и юмористов. Вот грустно было бы без них в стране. Представляете, кругом все работают, решают какие-то проблемы, детей воспитывают, страну охраняют. Таска, представляете это общество, все грустные, занятые делами и ни одной улыбки. И тут появляется артист-юморист. Да не просто появляется, а становится руководителем страны. Вот где хохма начинается. Иногда до кровавого смеха доходит. Раньше был смех сквозь слезы, а теперь смех сквозь кровь. Весело так. Да, грузины до сих пор вспоминают этот юмор. Не подумайте, что я об украинском президенте. О нем, возможно, в конце материала вспомню. Я о другом артисте-юмористе, о самородке из Грузии, известном как Миша Галстуксием. Артист, он не профессиональный, но талантливый до ужаса. А главное, публику и внимание к себе любимому любит. Жить можно сказать не может без внимания народа. То границу нелегально, под телекамеры переходит. То на крыше горцует. То с другим украинским хлопцем, паном Аваковым, на каком-то древнеукрском, на заседании СНБО разговаривает. Про гастроли в той самой Грузии, про шутку с Южной Осетии в 2008 году писать не буду. Ну, был у Миши период увлечения черным юмором. Ну, решил в танчики поиграть мужчина и что? Ведь закончил же. Да и уехал артист вскоре покорять мир из Грузии этой. Страну нашел побольше. Есть где развернуться. Привез униформистов и... Развернулся. На Украине. Какие овации срывал своими шутками Миша в Одессе. А как власть громил. Шутам это можно. Традиция такая еще с королевско-царских времен пошла. Это вроде глаза народа. Смотрел монарх на своего уродца шута и понимал, что вот это и есть народ. И слушал внимательно, чтобы выполнить чаяние подданных. Да. Я тут прочитал рецензию на шутки Миши от одного украинского театрального критика Александра Зубченко. Статьи от Александра Зубченко озвучены и залиты у меня на ютуб-каналах и на альтернативных ресурсах. Не один я понимаю величие Саакашвили. Мову я не очень разумею. А вот этого критика понял. Он на русско-украинском с элементами мата писал. Извините, но процитирую без правки. Как пишут грузинские реформаторы, нашедшие пристанище в Украине. Еще три дня назад Михо собрал всю свою команду и сказал, что едет в Грузию. Никто, естественно, не поверил. Каждый год Саакашвили выкладывает в сеть скрин своего авиабилета в Тбилиси. И каждый раз все с огорчением констатируют. Сидит, блин, в своем офисе простых решений. Но это все старые шутки. А вот последняя очень долго репетируемая, действительно выдающаяся. Сколько галстук съем показывал украинцам и всему миру билеты в Тбилиси? Покажет и сидит на даче у любовни, тьфу, у новой жены. Шашлык-махшлык кушает. Сеперави литрами попивает. Как Миша прорвался в Грузию. Рэмбо отдыхает. Темной ночью на спальном месте водителя-дальнобойщика под запах родной чачи. Просто виртуоз они шут. Смело так смотрит осоловелыми глазами на пограничников сверху. Ну не человек, а Палтус какой-нибудь, а пограничники грузинские, наверное, из рода Пень Пню. Даже не узнали мировую звезду. Хотя, может и глаза Палтуса из морозилки их смутили. Многие просто не доросли до глубины юмора Миши. Но не понимает народ, что на самом деле шут это пионер, в смысле скаут. Короче, первопроходец, который прокладывает путь для других. Не хватает интеллекта ощутить величину сатиры и глобальность юмора. Человек, можно сказать, прокладывает путь для других таких же весельчаков. С жизнью своей рискует, например, для Зеленского. Почему именно для украинского, вроде президента? Опять же, читаю рецензию Зубченко. Пишет критик украинец и об Украине. Как он, Миша, примечание автора. Тот всех достал со своими реформами, хинкалей и прочими чебуреками. Только где-то далеко в конче заспи заплакала Лизонька Ясько, переворачивая на сковородке с антипригарным покрытием подгоревшие сырники. Михо очень любил с утра покушать. Сырники, шашлыки, яичницу, майонез, прочие веганские блюда. Нет, просто непонятно, почему народ не видит подвижничество грузинского юмориста. Помните, как он когда-то поступил с телеканалом ИМИДИ? Точно так же, как псевдопрезидент с некоторыми украинскими каналами. А что было дальше? Власть-то не вечна, и расплата приходит за все, что ты сделал, будучи главным. И за пороганную свободу слова, и за репрессии в отношении политических противников, и за отжатый бизнес, и за пытки заключенных. Помните, как это было у галстук Сиема? Кто рассказал правду о том, как громили этот телеканал? Бывший министр обороны Грузии сдал своего шефа с потрохами. Вот и украинскую власть ждет то же самое. Будут валить друг друга на следствие, спасая собственную шкуру. А как красиво Миша показал, как поступают американцы с теми маврами, которые сделали свое дело. Сунулся в США, и ему от ворот по ворот. Иди, иди, ничем не подаем. И ведь пошел болтаться по Европе, то там его видели, то сям. И везде чувствовал, что позади попахивает жареным. Украина стала последним прибежищем, но и там стала попахивать. Как-то странно видеть то, что другие видеть не хотят. Пример судей Чауса ничего не научил. Спрятаться можно было только в США, как это вовремя сделал Яценюк. Переждал бурю, и теперь выполз из политического небытия. У галстук Сиемы не получилось. У Зеленского тоже, как я понимаю, не получится. А в других местах найдут, из-под земли выкопают. И, возможно, опять закопают, но потом. Возможно. Пока раздумывал о судьбе актеров от политики или политиков из актеров, пришла довольно странная мысль об актерстве вообще. Почему современные актеры лучше играют бандитов, наркоманов, каких-то преступных авторитетов, чем нормальных, хороших людей? Почему актеры лезут в политику, высказываются о том, в чем совершенно не разбираются? Время, что ли, такое сейчас? Весь мир театр. Вспомнил тут видео ареста звезды. Веселый человек. Шагает, покачиваясь при заботливой поддержке полицейских. Улыбка до ушей. Хорошая чача была, наверное. Или грузинскую чачу с русской водкой смешал. Чтобы потом можно было сказать, что Россия приложила руку к аресту. А последняя рюмашка, как здорово прошла. Как по маслу. Булькой нету. Водки русской. А что? Весело же получилось. И группа поддержки Шута уже озвучила эту версию. Но кто на Западе будет сомневаться в том, что арест организовал российский президент? Мне тоже понравился новый термин. Русско-грузинская тюрьма. Век живи, дураком помрешь. Одно только подзабыл. Миша Голстукоед. Лет 12 назад интернет был просто завален в виде о том, как в грузинских тюрьмах насиловали арестованных швабрами и другими непотребствами. А память о криминального элемента хорошая. Интересно, когда Миша приедет на зону на поправку здоровья, вспомнят ли зэки о тех видео? Или нет? Вопрос никуда. И я действительно люблю артистов-юмористов. Не только лишь все могут отвлечь людей от их проблем и забот. Пусть на короткое время, но человек просто смеется. Просто радуется жизни. В детстве такое ощущение давал цирк. Мы все помним Карандаша, Попова, Никулина. Но потом цирк превратился в какое-то шоу демонстрации сверхчеловеческих способностей. То шоу, которое устроил Михаил Саакашвили, трудно назвать юмористическим. Уже потому, что слишком много крови было пролито во время этого действия. Приезд бывшего президента в Грузии по его плану должен был стать продолжением именно кровопролития. Саакашвили должен был стать неким флагом антиправительственного движения. Но у грузин хватило ума не начинать очередную революцию. Хватило мудрости не испугаться американских братьев и не слушать сторонников очередных народных реформ. Наверное, страна должна была пройти через кровь, через войну, через потерю территории, чтобы стать страной. Чтобы понять простую истину, надо любить страну, любить народ, но критиковать, чтобы не заплесневело государство. Дальнейшая судьба Саакашвили меня мало интересует. Скорее всего, он отправится в места не столь отдаленные, через какое-то время будет помилован президентом, а потом в какой-либо западной стране будет бороться с собственным народом за народное счастье. Вроде наших Ходорковских, Боровых, Чичваркиных и прочих. А вот то, что его судьба во многом станет предупреждением нынешним политикам некоторых стран, я уверен. Только вот устроен человек как-то неправильно. На чужом опыте мало кто учится. Алекс Марков Михаил Саакашвили, последняя гастроль юмориста-самородка Фильетон